Итак, есть близкие отношения. Они бывают разными. Например, руководитель же все может. Все же знают, Олег Геннадьевич, давайте откровенно. Если у человека много денег, власть, он же все может. Все. Ну, допустим, он же может себе любовницу завести? Может. Вот, допустим, у вас есть штаны. Вот один вариант штаны с дыркой, и второй вариант без дырки. В чем разница? Вот дырка в штанах, сквозная дырка, где-нибудь на попе. И без дырки. В чем разница? Неэстетично. Сядешь, холодно будет попе. Потом дальше перечисляем. Туда букашка может какая-нибудь залезть. И попу покусать всю потом. Неожиданно. Так, если бы штаны без дырки, не покусает. Вот. То есть, понимаете, вот в этом разница. То есть, если ты руководитель, у тебя все классно, как бы, ты вроде бы все можешь. Но если ты завел себе любовницу, это называется близкие отношения, дорогие мои друзья. Это не деловые отношения. Это не то, что, как бы, секс это еще не повод для знакомства. Может быть, это и так. Но это повод для того, чтобы почесать репу. Потому что этот человек для тебя является близким. И это значит дырка в твоих штанах. Ну, то есть, придет время, и через эту дырку просочатся сплетни, о которой ты не сможешь скрыть. Потому что же были эти близкие отношения. И о тебе она начнет прямо и открыто говорить об этом. Дальше. Она может тебя начать доить. Почему? Потому что, чтобы не говорить о том, что было. Если хочешь, чтобы ей не говорить, давай бабки. И т.д. Вот поэтому человеку, который является старшим, не надо заводить любовницу. Характер нордический, стойкий, порочных связей не имеет. Значит, все хорошо. Можно полагаться, потому что никто его доить не сможет. Дырок в штанах нет. За дырочку же можно зацепить. Потянуть. Пошло. И потом вообще штанов нет. То есть близкие отношения. Что делают эти близкие отношения? Они разрушают твою личную жизнь. Вот, например, сейчас в бизнесе есть такое понятие. Это как бы банный корпоратив такой. То есть мы решаем все вопросы очень серьезно. С кружка пива, тёлки вокруг ходят. И как бы, ну эти тёлки же слушают, что вы говорите. И потом могут, а может быть они уже на работе находятся, не только. Потому что если женщина может отдать своё тело, значит, почему бы ей свою душу не отдать кому-то и не стучать на вас там. Что вы там говорите в этих корпоратив между собой. Ну хорошо, мы говорим в другом месте, Олег Геннадьевич. Хорошо, вот вы как бы вот так вот завязаны друг с другом через невежество. Значит, эти люди, с которыми вы находитесь рядом, не только предадут вас, они ещё и жизнь у вас забрать могут. У меня есть один человек, он говорит, я говорю, ну представьте, человек как бы развивался в этой системе, там уже чуть ли не зам прокурора, там главного. Но не может он ходить в баню и сексом заниматься с чужими тётями. Ну не может, потому что он занимается духовной практикой. И представляете, ему что сказали, говорит, ты хороший парень, талантливый, всё. Ну понимаешь, мы все друг с другом повязаны. А вот тебя завязать нечем. Ну что это значит? Это значит, что там просто преступная группировка, что там работать-то дальше? Ну он и не стал. Потому что чем они друг друга завязывают? Баней и сексом. Потому что дальше же как бы мы все одинаковые. Живём в одной, одну игру играем. И дальше уже после бани секса можно человеку предложить, что? Чуть криминальненькое уже. А почему? Потому что ну как бы на одной лодке же едем. А если на одну лодку не сел, он тогда... Гудбай, мало гудбай. И слава Богу. Потому что честь дороже всего человек. Бог даст тебе, придёт время и власть, и силу. Может быть в другом где-то месте. Это место тебе не подходит. Потому что там грязь. То есть секс не со своей женой, это близкие отношения. Что он делает? Вот ты сексом позанимался, не с женой. Ну если тебе не повезло, то ничего там особо не получилось. Вернее, если тебе повезло, ничего не получилось. Никакого кайфа, ничего нет. А вот если тебе не повезло, и там всё получилось, то у тебя сразу же отшибает любовь к твоим родным детям. Любовь к твоей родной жене. И т.д. То есть ты приходишь к ним домой, смотришь на них, и ничего не видишь. И потом думаешь, блин, да я их никогда не любил. Чего мне теперь с ними жить? Результат секса, который получился. Не со своей женой. Всё. Ты теряешь свою жизнь. Такой результат. Это называется близкие отношения. Поэтому люди и берегутся от этого всего. По той причине, что сильно влияет на жизнь. А потом эта тётенька, если ты ещё начальник, ты ещё лидер в обществе, эта тётенька ведь это тоже понимает. Она же не дура. А она, ну как бы ты для неё теперь вся её жизнь. Она теперь тебя и доить будет, и шантажировать, и перетягивать на себя, чтобы ты её замуж взял. У тебя уже не получится от неё просто так отвертеться. Потому что у тебя с ней близкие отношения. Вы скажете, Олег Геннадьевич, а у меня такого не было. Вот как бы позанимались близкими отношениями. Как бы, ну с женой как-то всё наладилось, а девушка не стучит. Это значит, что Бог ещё не наступил вам на копчик. Ну он обязательно может наступить в какой-то момент. Допустим, он просто говорит, слушай, давай не надо. Туда не ходи, сюда ходи. Снег башка попадёт. Больно будет. Ну так примерно. Но если ты говоришь, да у меня это нормально. Хорошо, попробуй. Посмотришь, всё дальше будет. Ну то есть, семья разварится раз, по бабам пойдёшь два. И потом дальше, несомненно, вот посмотрите, как это устроено. То есть, ты устроил такой тип близких отношений в своей жизни. Ты вот из этой верхней зоны судьбы сразу нижнюю. Почему? Потому что есть разные виды связи. Вот есть, допустим, духовная связь, она идёт, она человека душу, судьбу направляет по верхнему слою, у человека удача в жизни, удача. Дальше есть средний слой, слой занятости, напряжения и безнадёги. Хорошо, если у тебя такие близкие отношения, туда пошёл. А вот если ты по нижним центрам, секс это же по нижним центрам идёт психическим, отношения с кем-то близкие строишь, с чужим человеком, не своей женой, тогда в этом случае ты попадаешь в нижний слой. Хоть хочешь ты, хоть не хочешь. Может быть, эта девушка занимается вообще духовной практикой, и ты занимаешься, и у вас секс такой очень духовный произошёл. Понимаете? Но всё равно твоя судьба пойдёт в нижний слой. Почему? Потому что ты с нижними центрами с ней соприкоснулся. И это, мои дорогие друзья, называется осквернение. Запомнили? Осквернение. Означает, что как бы жил одной жизнью, теперь придётся жить другой, если не раскаешься. А когда раскаялся и цену заплатил, потом подумаешь ещё, стоит ли тебе опять в это дерьмо лезть. А по-другому это назвать не могу. Понятно, да?